Музыка 37 школ Жигулевска и Старвопольского района получат настольные игры, содержащие уникальные сведения о Самарской Луке и природе Поволжья. Конкурс общественно значимых инициатив «Химия добра» организованной компанией «Тольятти Азот» подводит итоги работы победителей, среди которых авторы проекта «Молодежь за эко мир». В центре внешкольной работы «Успех Жигулевска» первыми познакомится с результатами труда большого педагогического коллектива. Удалось гостям, представителям школ и педагогам. Об этом подробно расскажут журналисты телеканала «Тольятти-24». Всем известно, насколько привлекательно и интересно обучение в игре. Оно наполнено эмоциями, тренирует коммуникативные способности человека, воспитывает лидерские качества. А если содержанием игры становятся узнаваемые уголки и родные места, трудно остаться равнодушным. Именно от этого отталкивались авторы проекта «Молодежь за эко мир», победители конкурса Туаза «Химия добра», создатели настольных игр экологической просветительской направленности, турпоход по Самарской Луке и Красная книга Самарской области. Мы ведем экологию в школе, ходим с ребятами, занимаемся и поняли, что у нас очень мало знают о нашем крае. Какие-то вопросы застают детей врасплох. То есть они не знают родной природы, родных каких-то достопримечательностей, не знают названий гор. И подумав, мы решили, что самый действенный способ для того, чтобы ребенок получил какие-то знания – это игра. Правила настольных игр понятны и легко осваиваются детьми. Взрослые гости с не меньшим удовольствием проверили свои знания родных мест. Я думаю, что это будет действительно подспорье в каждой школе. Очень пригодятся на внеурочных занятиях по экологии. Помимо разработки игр, за год работы над проектом были проведены конкурсы экологической направленности, научно-практические конференции. Воспитанники Центра «Успех» участвовали в экологических акциях, ходили в походы, высаживали цветы и деревья. Создание из подручных материалов фигур животных Самарского края, занесенных в Красную книгу – один из самых увлекательных этапов проекта. Учащиеся школы-интерната номер два с удовольствием провели мастер-класс по изготовлению макета летучей мыши. Вместе с другими методистами нашего учреждения мы изучали очень долго приведение технологию этих игр. Апробация показала, что игры пользуются спросом. Экопросвещение является приоритетным направлением природоохранной деятельности Тольятти Азот. Данный проект был выбран в рамках благотворительной программы «Химия добра» именно за свою актуальность, востребованность и серьезную образовательную часть. И мы очень надеемся, что участники этого проекта будут в свое время вовлечены в эко-волонтерство и станут не просто ответственными природопользователями, но и внесут свой вклад в сохранение природы. Краеведение – это не только знание, это один из важнейших посылов в будущее. Только осознанное и гуманное отношение к природе, воспитанное в детях сегодня, способно сохранить и защитить природу завтра. Юлия Шевцова, Елена Кузнецова, Евгений Черемин. Новости Тольятти. Четырехлетняя девочка сбита на пешеходном переходе. ДТП произошло в центральном районе на улице Карбышева. Мужчина на автомобиле Датсун, вероятнее всего, из-за сумерек, не увидел женщину с ребенком. Они в тот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге намарка сбила девочку. С места аварии несовершеннолетнюю в сопровождении матери доставили в детскую многопрофильную больницу. Сегодня на нашем телеканале новый выпуск программы о русском языке шибкограмотной. На этот раз речь пойдет об официальном языке деловых документов и его неправильном использовании в повседневном общении. Вместо проверять, говорят, производить проверку. А, ну это же об этом. Глаголы, глаголы, глаголы. Саратовский мастерство. Ну, мы для чиновники все-таки в каких-то случаях говорить по-простому. Чем опасен вирус канцелярита? Об этом ведущая программа Елена Сафронова и кандидат филологических наук. Доцент кафедры филологии Поволжской академии образования и искусств имени святителя Алексея Алла Комарова. Поговорят в среду, 25 октября, в 18.35 на телеканале Тольятти 24. И в это же время в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Субтитры создавал DimaTorzok